Слава Украине! Привет всем от Полонского, а жителям запоребриковой цивилизации традиционной привитанничкой Степана Андреевича Бандеры. Итак, друзья мои, сегодня на авиабазе Рамштайн в Германии состоится встреча большого количества министров обороны. Я не знаю точно сколько их будет, там от 20 до 40, где-то вот в таких пределах. Итак, я имею ввиду доноров Украины в плане военной помощи. Это те, кто реально поставляет нам различные виды вооружений, которые нам очень необходимы в данный момент. Смотрите, когда мы отбивали и вышвыривали расистов из Киевской и Черниговской областей, и Сумской, и Житомирской, все вместе, она же одно без другого не идет, 4 области мы освободили. Так вот, когда мы это все делали, мы в основном это делали собственным оружием при участии небольшого, ну, небольшого, сегмента вооружений из Соединенных Штатов Великобритании, имеется ввиду, конечно, эти волшебные Джавелины и Энлавы, а также Стингеры, которые, вот это все, что у нас было до тот момент импортного на руках. И то хватило, чтобы их, как говорится, оттуда попросить. Очень-очень настойчиво, видите, драпали так, что аж машины побросали, на мародеринное пробросали, все побросали и текали. Вот. На сегодняшний день у нас картина абсолютно другая. Если брать по странам, то, ну, все, практически все, кроме Германии, пожалуй, но Германия там, я остановлюсь, оно отдельно, кроме Германии предоставили нам тяжелое вооружение. Имеется ввиду САУ, имеется ввиду гаубицы, имеются ввиду танки, имеется ввиду БТР и БМП различного типа. Вот, собственно говоря, да. И это все новое, это все, как говорится, с пылу, с жару, хорошее. То, чего на России нет. Имеется ввиду беспилотники, конечно же, в огромном количестве. Вот. И, собственно говоря, мы этому очень-очень довольны. И это то, что нужно нам, действительно. Так вот, чтобы каким-то образом синхронизировать поставки в Украину и неким таким образом, знаете, разделить ответственность на всех, а не только, чтобы это лежало на Великобритании, Турции, Соединенных Штатах и Польше. Я, ну, Эстония, Латвия, Литва, конечно, тоже помогают. И все, ну, они маленькие в силу размеров. Они, 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 вон, Эстония бедненькая. Они отдали нам, по-моему, 30 или 40 процентов вообще того, что у них было. Всего. Понимаете? Причем, находясь сами под угрозой постоянно. Им огромное спасибо. Просто этого недостаточно. Вы же прекрасно понимаете. Объемы Эстонии и объемы того, что нужно на полномасштабной войне, когда ты гасишь русню на фронте там длиной там 400 километров. То, конечно, надо же больше. Вот. То есть, речь идет о крупных странах. Прежде всего, Франция, Великобритания, Италия, Испания. Испания, спасибо, отдельное, да, помогают. Вот. С тем, чтобы они как-то немножечко... Ну, Соединенные Штаты и Турция, само собой, разумеется, даже не говорю об этом. Чтобы как-то вот эту ответственность разложить на всех. И вы знаете, сегодня они решат, кто, что, в какие сроки будет это делать. Чтобы не получалось так, что вот тут пусто, а вот тут густо. Нужно, нам нужно все. Нам нужно равномерно все. И истребители танков из Италии, замечательное там есть колесное, да, и САУ. Если САУ, так должны быть одного калибра. Потому что если нам поставляют снаряды, например, все 155 миллиметров, вы поехали. Ну, у нас сейчас есть немецкие САУ, американские САУ. Отлично. Теперь вот французские САУ, да. Одна лучше другой. Просто это ЦАЦки, рядом с которыми, ну, вот эти вот те, что у нас есть сегодня, Д-20, Д-30, ну, они рядом не стояли. Они, конечно, тоже стреляют. И тоже вот, вот видите, в Киевской области насыпали так, что мало не показалось. И пиончики наши, и гвоздички, и акации, это все есть. Но там просто это другой уровень, ребята. Там залетает, извини, он плюется за 50 километров, и эта штука залетает в форточку. Это не по площадям. Я уж молчу о системах залпового огня, которые уже приняты на вооружение Украины. Американских, конечно же. Которые до 500 километров лупашек. Вот это вещь. Это вам не град с ураганом и со смерчем из прошлого века. Это вещь. Это вещь, вещара. И скоро орки с этим очень серьезно познакомятся. Пока мы их выматываем. Но речь не об этом. Речь идет о том, что вот собирается такая большая конференция. Пул демократических стран, которые поддерживают нашу демократию. Которые поддерживают нас в войне против нашего извечного врага. И вот они на сегодняшний день построят систему. Это будет сегодня. Построят систему, которая позволит четко, вовремя снабжать Украину теми видами вооружения, которые ей в данный момент нужны. То есть будет выстроена система. Зоны ответственности каждого из них. И погнали. А зона ответственности наша. Доколотить ручню и забрать Крым. Слава Украине!